Друзья, сегодня мы будем кататься на лютом R-90 BMW. Такая вот ведь. Всё по закону. Так, ребята, это просто невозможно. Всем здорова, с вами Лёха. В общем, сразу хочу сказать, что на этом пушечном мотоцикле я катался ещё до ДТП в Сочи. То есть, до того, как всё произошло. Чтобы вы не подумали, что я катаюсь на дорогах общественного пользования без прав. Поэтому всё по закону. Короче, это BMW R-90. Просто супер мотоцикл, на котором мне всё-таки довелось покататься. Я на него очень давно смотрю, но он пипец дорогущий. Мечтал на него покататься. И, в общем-то, выпуск будет об этом. Поэтому все свои эмоции, всё своё мнение и всё о мотоцикле, что я знаю, я расскажу в этом выпуске. Всем приятного просмотра. Погнали. Сейчас вы обратите внимание, как он будет себя вести во время завода. Смотрите. Просто жесть. Четырёхцилиндровый двигатель. Он просто огромный. Всё, вот он сейчас прогрел. Прогревает быстро, кстати. Ну да, но он сам по себе очень тяжёлый этот мод. Ощутимо. Но есть свои плюсы и минусы. Вот этот менее устойчив, чем вот этот. И завеса. То есть, этот более устойчивый. Но вот этот, он более шустрый и более манёвренный, чем вот этот. И посадка другая, если вы помните, в отличие от Монстера. Так, секундочку. Я поясню. Я в Сочи катался уже на Дукате Монстр. Поэтому я буду сравнивать эти два мотоцикла. Ссылочка вот здесь. А мы погнали дальше. Съезд горочки более комфортный, кстати. Подвеска мягче. Да, если бы я на том в яму въехал, было бы по-другому. О! Блин, смотрите, освещение прикольное. Я поворачиваю. Сейчас он будет подсвечивать дорогу налево. Хоп. Подсветил чутка. Блин, вот это прикольная опция. Стал прямо, не светит. Хочу начать с истории создания этого мотоцикла. Смотрите. Первый оппозитный мотоцикл BMW Motorrad выехал в 1923 году. Значит, первая модель R-90 вышла примерно в 2013-14 годах. Он был создан к 90-летию BMW Motorrad. Именно поэтому отсюда и название. R-90 90. Еще считается, что это дальний потомок R-1200C. Не знаю, насколько это правда. В принципе, это модели разные. Ну, как бы, вроде как говорят об этом. Затем R-1200C начал сменяться R-1150R. Затем была еще модель R-1200R. Но, как бы, они тоже, в принципе, как бы на плаву держались. Но их прямо вот так вот не скупали. И по итогу инженеры вот на 90-летие сделали вот этот пушечный мотоцикл R-90, который просто взорвал рынок. Дорога мокрая после дождей все, поэтому будем ехать пока аккуратно. По поводу обогрева ручек, кстати говоря. Мне уже руки греют нормально так. Здесь посадка, она более расслабленная. Ну, прикольно. Вот это, я бы сказал, реально дорожный мотоцикл. Он для дальних расстояний, в отличие от того. На том, конечно, вдальняк ехать не так комфортно, как на этом. На этом по разгону тоже прикольно, кстати. Понятное дело, что есть много моделей, где адреналину больше хватаешь. Но здесь он, в принципе, дает понять, что это мужской мод. Нахрен все размыло. Далее BMW мотора после модели 2013 года, видимо, поняли, что нужно выпускать что-то еще. И начали именно R-90 выпускать как бы разных комплектаций, разных моделях. И при этом у каждого мотоцикла свои задачи. В принципе, они все одинаковые. Как бы мотор, где-то электрика, где-то еще что-то. Но они немного отличались внешне. И кое-где еще рама отличалась. После 2013 года они выпустили в 2015 году R-90 Pure. И еще в 2015 году вышел Scrambler. Он, кстати говоря, в принципе, отчасти пользуется популярностью, если в своем купе взять. Он немножко проще. Я, насколько знаю, там электроники поменьше. Может быть, я, кстати, ошибаюсь. Внешне выглядит он тоже, кстати, очень круто. И сами понимаете, для чего нужен Scrambler. Поэтому этот мотоцикл тоже находит своих покупателей. Но не так, как модель 2013 года еще. Далее в 2015 году выпустили R-90 Racer. Но он выпускался до 2019-го. Потому что мотоцикл, видимо, перестали выпускать из-за того, что он немного своеобразный. Он сделан под ретро. С таким очень классическим обтекателем. И вполне возможно, это чисто уже вкусовщина на любителя. Может быть, он не пошел в продажах. Но мотоцикл просто очень красивый. Прямо вот хочется его снять в каком-нибудь фильме. Интересно, кстати, снимался в каком-нибудь фильме R-90 Racer. Если знаете, напишите в комментариях. В 2016 году выпустили модель Urban GS. И в 2021 году еще была модель Special Edition на 40 лет. Тоже GS. И последняя модель, которая выпустилась, это R-90 пятого поколения. Насколько я понимаю, там типа Slash 5. В 2020 году она выпущена. И честно сказать, я думаю, что BMW Motorrad благодаря именно этой модели, всей линейке R-90 сделали просто какой-то прорыв в индустрии своей мотоциклетной. Потому что это очень уникальная модель. Я очень давно хотел на ней покататься. В общем, что я сейчас и делаю. Блин, нормально, нормально он едет. Он дает понять, что это мужской мотоцикл. Прям брутальный. Честно, я очень скептически отношусь к BMW. Потому что, во-первых, это мнение по карману. И многим тоже не по карману. Во-вторых, я больше за японцев. Но вот он хорош. Мне очень нравится. Этот мотик резвый. Он тяжелый. Мне очень нравится электроника, которая есть. Во-первых, ну, как я перечислял, здесь антивоблинг. Ну, скорее всего, это механика, а не электроника. Система ABS, подогрев ручек. Ну ладно, пускай ей. Но вот этот мотик, он более устойчивый на дороге. Это чувствуется. Ну, со светом, конечно, это прикольная опция. На многих автомобилях это стоит уже давно. И это очень удобно. Вот я сейчас в горах ехал где. То есть все видно реально. Я даже дальний свет не включал. На нем очень комфортно ехать. Типа едешь и едешь, едешь и едешь. Это прикольно. Вот для сравнения, на моем мотике я еду примерно вот такую скорость. 80 км, ну, может быть, 90. Ну, в комфортной поездке. Начиная разгоняться, там все вот так вот ресят, как в нашем отечественном автопроме. Что сильнее всего бросается в глаза у BMW R90, это его двигатель. Этот оппозитный двигатель с воздушно-масляным охлаждением он получил от R1200RT. А вилку он получил от S1000RR. Вилка, кстати, перевернутая. Маятник у него стоит фирменный с карданом Parallever. Надеюсь, правильно сказал. А также 320-миллиметровые диски и очень... Чё? Парамарин объявили. Тихо-тихо. Так, ребят, это просто невозможно. Характеристик много, я их не могу всех выучить, поэтому просто зачитаю. Погнали. Очень цепкий тормозной моноблок. Brembo со встроенной ABS. Про двигатель мы уже сказали, но что я добавлю, это он 4-тактный и 2-целедровый он оппозитный с балансированным или балансировочным валом. Объем 1170 кубиков. Примерно это, наверное, ну, 105-110 лошадиных сил. Разгон заявлен от 0 до 100 за 3,41 секунды. Максимальная скорость заявлена 217 км в час. Про расход топлива. Смотрите, объем бака 18 литров, в основном у модели у скрамблера, кстати, по-моему, 17 литров. И расход топлива 5,26 литра. Это примерно 350 км. Но надо учитывать, что можно ехать по трассе с креселем на какой-то скоростью, там расход будет уже поменьше. А в пробках, например, будет побольше, потому что разгон, торможение, разгон, торможение. Сами понимаете. Трекшн контрол. Датчики всякие разные, там, передачи, температура масла, часы, пробеги абсолютно разные. То есть, полный пробег, пробег, там, на сегодняшний день, средний пробег, средняя скорость, время поездки и вообще дофига всего и так далее. Амортизатор, кстати, стоит под сиденьем. Вот, что я еще хотел сказать. И вернемся к двигателю. Двигатель просто загляденье. То есть, внешне, дизайнерски было решено просто и инженерно тоже. Просто бомбезно. То есть, ты на него смотришь и просто кайфуешь. Вот тупо от одного вида. И с кайфом я катался. Поехали. Блин, мне нравится. Довольно комфортно ехать даже вот на этой скорости больше, когда он начинает разгоняться, уже он идет более-менее рывками. Но этот мотик реально подходит для того, чтобы на нем просто поехать куда-то далеко. Он реально очень комфортный. Все есть. Так, все. Понял. Здесь уже не будем ехать быстро. Ну и торможение, кстати. Учитывая, что я сейчас ехал нехило так, у него тормозной путь короткий достаточно. Но держак у него на дороге хороший, конечно. Это прикольный мод, который дарит эмоции. Реально. На дороге он ведет себя просто охренительно. Просто охренительно. Но опять же, мне сравнивают мало с чем можно, потому что опыта пока мало и так далее. Но я очень комфортно себя чувствую за рулем и уверенно. По поводу кастомов. Смотрите, я хочу сразу сказать, что у Air90 есть кое-какие приколы. Например, это то, что задняя часть, она снимается. То есть можно снять, скажем так, сидение и сделать его более маленьким. То есть там, где второй пассажир сидит. И сделать из него кафе-рейсер. Далее у него есть, я это видел в интернете. У некоторых блогеров тоже, кстати, я видел. На двигателе, на ручках тормоза, газа, подножки те же самые. Стоят вот такие вот накладки, армированные, с золотым напылением, очень красивые. Мне стало интересно, что это. Оказывается, есть целый комплект для кастомизации мотоцикла, который можно купить чуть ли не на официальном сайте BMW. Это вот, чего первый момент. А, например, вот здесь изображение, комплект тот самый. BMW Club Sport, вариант 719. Я дальше не смотрел. Он стоит 3600 евро. Тоже считаю абсурдом. Просто накладки. Но люди это покупают, они ставят, им нравится, поэтому, видимо, это пользуется спросом. Я больше чем уверен, что есть еще какие-то комплекты. Далее, R90, это та модель, благодаря которой люди со всего мира, там, кастомайзеры, чуть ли уже не контракты подписывают для того, чтобы делать из них, ну, какие-то вообще супер кастомы. Сразу хочу отметить, что модель дорогая, и только, ну, прям очень обеспеченные люди могут себе позволить купить мотоцикл за огромные деньги, там, полтора миллиона, два миллиона, и делать из него кастом, то есть, еще улучшать. То есть, это мотоцикл, который выйдет, там, в три миллиона. Ну, мне кажется, это абсурд для мотоцикла, но суть в том, что в мире реально люди на это идут. И вы просто посмотрите, какие делают из них кастомы. Просто, ну, я когда в интернете рылся, я реально был в шоке, что можно из R90 сделать вот это вот. Это очень красиво. А еще на Мотовесне, кстати, вы, если выпуск не смотрели, смотрите, там мы видели R90 просто, ну, бомбезно сделанное, наши российские ребята делали. И я, когда его в первый раз увидел, я даже и не подумал, что это R90. Потом, уже через некоторое время, порылся и понял, что это сделали именно из этого мотоцикла и именно наши российские ребята. В общем, из-за этих всех приколов, то, что снимается задняя часть сидения, ну, именно рама, да, подножка. И вообще, эта модель, она предрасположена для кастомизации, чтобы сделать и Scrambler, и Cafe Racer, и вообще какой-нибудь там Old School Racer. В общем, вариантов масса, поэтому это, наверное, одна из лучших моделей на сегодняшний день, из которого можно сделать кастом. Мне нравится, что они выдержали стиль такой более классический, ну, как бы не совсем Cafe Racer, конечно, но вот эта фара впереди, прям, ну, она меня цепляет. Приборку они постарались сделать классической, при этом на приборке, в принципе, есть все, все, что нужно для водителя, чтобы он мониторил. Подвеска и не жесткая, и не мягкая, и дорогу чувствуешь, но он и не такой валкий. Ну, то есть, сам по себе, по многим параметрам, этот мотоцикл охренительно сбалансирован. Я бы хотел себе такой мотоцикл, но увы, у меня таких денег пока нет. Пока пользуюсь возможностью просто на нем прокатиться. И это охренительно. А, кстати, а что по поводу пробок? Я бы не сказал, что я в пробке себя на нем комфортно бы ощущал. Это, кстати, наверное, единственный минус. Он широкий, движок у него просто огромный, руль тоже широкий, и плюс к этому он еще тяжелый. Поэтому именно в пробках на нем немного сложновато себя ощущать комфортно. Кстати, вот еще прикол. То есть, я еду на третьей передаче 60 км, и, по сути, на этой же третьей передаче я могу ехать ну сотку где-то, наверное. Кстати, не надо переключать. Это тоже, в принципе, плюс. Не у всех мотоциклов такое есть. Блин, ну честно, мне реально этот мотик очень нравится. Прикольный. Но на больших скоростях он опасный. Опять же, у каждого свое понимание большой скорости. Для меня уже все, что выше 110, ну это типа дохрена. поэтому, опять же, не гоняйте. Это было мое личное решение, но никогда я не призываю, чтобы вы делали так же. Это неправильно. Так делать нельзя. Длин, ну прикольная опция, реально, смотрите. Хоп, хоп. Это очень круто. Ну, парниш, не отбился, ничего. На горку он взбирается, кстати, намного комфортнее, чем тот. Ну, в принципе, забрался. Блин, подвеска реально жесткая. Реально. Прикольно. Вообще кайф. Намного легче. Опа. Хорош. Да, ребят, эта модель просто бомбезная и, к сожалению, я могу о ней только мечтать. Вот, на сегодняшний день цена у него вот такая. У меня таких денег нет. Я могу только вот наслаждаться теми кадрами, которые мы сняли, мне вечером дали покататься, все. И дальше я просто мечтаю. Все свое мнение я рассказал вам. в этом выпуске. Я надеюсь, было интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики. А я погнал дальше.